Идите дальше, иди дальше. И в пятницу, когда мне нужно было делать анонс, я наговорил моему другу Сергею о том, что у меня внутри вот что-то в таком направлении, чтобы призвать людей идти дальше. Он подкидывал мне несколько мыслей, и мы назвали эту пробовать радикальное посвящение. Я начну с нескольких вопросов. Как далеко вы готовы идти за Богом, и как далеко вы готовы зайти с Ним? А что, если Господь потребует идти еще дальше? Готовы ли вы это сделать? Если Бог попросит у вас отдать больше, чем то, на что вы рассчитывали? А что, если вообще в вашей жизни все произойдет абсолютно не так, как вы изначально думали? Я помню, когда мы женились, мы говорили, ой, у нас будет вот так, вот так, вот так. Сегодня, оглядываясь назад, я могу сказать, что единственное, что в действительности Бог сохранил, это чувство любви друг к другу, это соединение и слияние, но все было по-другому. Я не знаю, может быть, я один такой, но я знаю, что мы мечтаем в юности, мы даже в зрелом возрасте иногда думаем, я все, у меня будет вот так, вот так, вот так. Но когда мы эти все планы представляем Богу, в какой-то момент Бог может сказать, мой сын, моя дочь, я хочу тебя попросить о чем-то, я хочу, чтобы ты пошел дальше, чем кто-то другой, или сделал больше, чем ты делал до этого. Вы знаете, друзья, невозможно быть послушным Богу, если мы не поймем, что от нас требуется посвящение, от нас требуется отдача, от нас требуется, очень сильно было сказано сегодня о верности, от нас требуется верность. Бог смотрит на цену, которую мы готовы заплатить. Мне было 20, чуть больше 20, 26-27 лет, когда здесь на этой сцене стоял известный проповедник во всем мире Т.Л. Осборн, это был 95-й год. Я не знаю, кто из вас был тогда в церкви, были люди, да, ой, какие вы умнички, вы со мной столько времени, вы молодцы. Думаю, есть особая награда за верность, которую Бог приготовил для вас. И я помню его начало проповеди, я помню, когда он стоит, человек уже в возрасте, который проповедовал самому большому количеству людей за прошлый 20-й век. И такая честь для нас была принимать его здесь. Он стоит, взял, открыл свою Библию, потом прочитал, положил и задает вопросы. И говорит, я в России, я в Сибири, мы столько лет молились о вас. Но Дух Святой дал мне несколько вопросов, которые я хочу оставить вам. И вот он начал, он начал спрашивать, что для тебя слишком много? Что нужно тебе дать, чтобы ты остановился? Какая планка в твоей жизни, которую ты хочешь достичь? И где бы для тебя было бы достаточно? И он потом перевел это в плоскость материальную, просто обыденную. Может быть тебе нужна просто хорошая квартира, хорошие условия, ты будешь доволен. Может быть тебе нужна лучшая работа, чуть больше денег, зарплата хорошая. И ты скажешь, все, я больше ничего не хочу от этой жизни. Может быть тебе нужна просто хорошая семья и отношения, и ты успокоишься. И все, и вот сделаешь свою колею жизни, просто будешь жить обычной жизнью. И он просто бросал вызов нам. Я стоял вот здесь, и у меня было чувство, что просто я весь под каким-то потоком, под напряжением. И я говорил, Иисус, я хочу пойти дальше. Я хочу, чтобы ничто меня не остановило. Никакая слава, никакой успех, никакие, может быть, временные, материальные там блага, или что бы это ни было, удовольствие, как люди ищут в этом мире. Что бы это ни было, что бы ничто меня не остановило. Я хочу идти с тобой до конца. Я хочу быть одним из тех, кто пойдет с тобой очень далеко. Друзья, хочу предложить вам текст из Священного Писания. Евреям 11 глава, 23 стих. Я буду говорить сегодня о Моисее. Я взял его как основание. У меня есть три ключевые мысли. И все эти три мысли, они пронизаны этим словом. Идите дальше. Идите дальше. Не остановитесь. Евреям 11, 23. Верую Моисей по рождению, три месяца скрываем был родителями своими. Ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. История жизни Моисея и важные, ключевые моменты из его судьбы, и принципы, которые мы можем извлечь, они здесь. Начало этого, вот в этом стихе. Мы очень хорошо знаем саму судьбу Моисея. Его подвиг, который он совершил, вывел народ Израиля из Египта и ведя его по пустыне. Описан в Библии. И когда мы читаем, иногда я думаю, ну это только Бог мог сделать, вот так или это. Но это только Моисей, который так молился, такую молитву. Помните, одна из молитв его, когда он сказал, Господи! Когда Бог говорит, отойди, я убью их, я уничтожу их. Они очень грубые, жестоковыные, они всегда противились мне. А он говорит, Господи, нет, лучше меня вычеркни из книги Твоей. Но народ этот помилуй, пощади. Молитва за гранью, молитва за пределом понимания. Моисей, ты готовите на вечные мучения, ты готовите в ад на эти страдания ради этого народа. Ты так сильно любишь их. Мы, конечно, удивляемся его посвящению, его любви. Но немногие люди знают о том, что вообще-то подвиг этого человека не произошел так просто на пустом месте. Давайте еще раз посмотрим на этот текст. Написано здесь, что он три месяца был скрываем родителями своими, и они не устрашились царского повеления. Вы знаете, о них мало сказано, о родителях. Мы знаем имя мамы, что ее звали Иеховед. И мы знаем, что она, когда родила мальчика, она спрятала его. Потому что закон был таков, что если мальчика рожала еврейская женщина, то повивальные бабки должны были убить его, уничтожить прямо при родах. И ей удалось родить самой. Ей удалось мальчишку, маленького младенца прятать. Три месяца. А потом пришел тот день, когда она уже больше не могла скрывать. И она взяла корзинку и осмолила смолой. И асфальтом. Так написано в Библии. Асфальт был еще в те годы. И асфальтом. И положила туда мальчишку. И принесла на берег. И поставила там, где река Нил. Поставила туда в тростники. И там и течение, и все движется. И вот мама, которая это сделала, и верою просто поставила эту корзинку. Не знаю, увидит она его еще или нет. Вы знаете, молитва, корзинка, асфальт – это символ действительности веры родителей. Молитвы и участие, которые делаем мы, когда у нас есть дети, для наших детей. И вот первая мысль, которую я хотел бы сказать – вера родителей была основанием для того, чтобы в этой семье появились такие личности, как Моисей, Аарон и Мариам. Все началось с веры его мамы. Наш Бог всемогущий. Он спас Моисея. Вы знаете эту историю, что дочь фараонова вышла на берег, услышала плач ребенка, взяла эту корзинку, взяла этого ребеночка, принесла домой. И все. И она сказала, я хочу его вырастить. И был момент, когда нужно было нанять няню. И сверхъестественным образом это все Бог, навигацию эту делал. Мама, родная мама Моисея, она была нанята дочерью фараона, чтобы воспитывать его. И это так удивительно, потому что Бог в действительности имел план и судьбу для этого ребенка. Но без веры родителей этот план никогда не осуществился бы. Друзья, хочу обратиться сегодня ко всем папам и мамам. Ваша вера очень важна. Вера родителей – это фундамент и основание для того, чтобы наши дети шли дальше по жизни и исполняли волю Божию. В притчах написано «дом и имение наследства от родителей». И некоторые думают о том, что речь идет только о материальном чем-то, что мы должны передать дом и имение. Но я хочу сказать, что самое большое наследство, которое мы можем передать нашим детям, это даже не материальные вещи. Это вера. Вера, которая есть в нашей жизни. Хождение с Богом – то, в чем так нуждаются наши дети. В Библии есть много таких моментов передачи. И во 2 Тимофея, в 1 главе, в 5 стихе мы читаем о том, там пишет апостол Павел, он приводит на память нелицемерную веру Тимофея, которая прежде обитала в бабке его, Лаиде и матери твоей Евнике. И дальше он, продолжая, говорит, уверен, что она в тебе, бабушка, мама и сын. Друзья, успех твой и мой. Если он просто оторван без вот этого наследства, есть много здесь взрослых людей, которые могут сказать, пастор, мы первое поколение, мои родители не были верующими. Слава Богу, что вы первое поколение, потому что вы можете своей жизнью, своим примером уже заложить фундамент для детей, для следующего поколения. Знаете, что Бог наш, Он действует в поколениях, Он не в рамках одной жизни только. Бог Авраама, Исаака, Иакова, Он продолжает действовать сквозь поколения. Наши дети должны не просто состояться в этой жизни, они должны состояться в Боге. И подвиг веры родителей, он может быть не такой громкий, не такой яркий, ни на сцене, ни на платформе, но если после себя мы оставляем детей, благочестивых, любящих Господа, любящих Слово Божие, присутствие Божие, людей, которые готовы идти и служить, любящих людей, то это настоящий подвиг веры. И когда мы с вами предстанем перед Иисусом, и там в тот день, когда Он будет давать венцы на головы каждого из нас, будет особая награда, которую будет Господь давать матерям и отцам за их веру, за их молитву. Есть такое потрясающее стихотворение, молитва матери, может быть мы его как-то услышим однажды в один день, и не там мысль о том, что мама молилась о сыне своем, молилась, молилась, а он уехал из дома, и она ничего не знала о нем, и он жил своей жизнью, отошел от Господа, кинулся во все грехи, просто, ну, все, что хотел, то делал. И вот однажды он подумал о маме, и сильное желание пришло, просто опять приехать, посмотреть. Она где-то там в деревне жила, и он вышел с автобуса, и пошел по этой тропинке к дому своему, и как-то, и как-то мимо шла тропинка, мимо кладбища, и как-то он повернул туда, на это кладбище, и он заметил свежую могилку, и это была могилка его мамы. И прямо там, среди сумерек, он рухнул на колени, и он сказал, мама, хотя у тебя нет здесь, на этой земле, но твоя молитва предстала пред Богом. Мама, я прошу прости меня, я отдаю свою жизнь Господу, и я буду служить тебе. Друзья, давайте поймем, насколько важна наша жизнь на этой земле. Важна она и для детей, и для будущего поколения. Им нужен этот фундамент, на котором они бы могли строить свою жизнь. Им нужен этот пример, когда папа не только работает, приходит домой, лежит на диване, какие-то конфликты, напряжение, когда папа верит Богу, когда папа доверяет Господу. Я так благодарен моим родителям, я из верующей семьи. Мой отец молился, и он научил меня молиться. Мой отец любил Библию, и он привил мне любовь к Слову Божьему. Мне было лет, наверное, 12-13. Я помню, когда у меня был такой напряженный разговор с моим отцом, потому что в школе там была совсем другая атмосфера, и я чувствовал, что я один в классе, вот такой, как белая ворона, вообще не такой, как все. И где-то внутри у меня были такие сомнения. Ну, я просто родился в этой семье, но это не значит, что Бог отца, это мой Бог. Вообще, я не знаю, хочу ли я верить, как мои родители, это так трудно. Вот такие всякие подростковые, такие всякие сомнения. Я помню, как однажды отец посмотрел на мои глаза. Я ему рассказал немного, несколько мыслей подкинул таких, что ты, пожалуйста, не надейся на то, что я пойду твоим путем. Я молодой, у меня моя судьба, моя жизнь. И он, выслушав все это, он сказал, я хочу одну вещь попросить у тебя. Я говорю, ну, пожалуйста, попроси. И он сказал, знаешь, ты так небрежно отозвался о Библии, о Слове Божьем, а ты ее прочитал вообще? Я говорю, ну, я же с детства, ты меня водишь, я слушаю и проповеди, и все, я, ну, прочитать ее это же время надо. И он сказал, я попрошу тебя, ты не имеешь морального права, ты не можешь высказываться, если ты даже не прочел эту книгу. И тогда в том разговоре я сказал ему, мое слово я прочитаю, и я тогда смогу говорить то, что я думаю. Хорошо. И он говорит, ну, начни, начни не сначала, там трудно, начни с Нового Завета. Это было где-то на Евангелии от Иоанна. Я пытался быстро прочесть. И я только помню, что как что-то со мной произошло. Такое чувство, как будто рядом передо мной стоял он. И такое тепло прямо, как будто какая-то лампа где-то обогревающая, ну, как-то вот, вот прямо тепло. Знаете, я расплакался. Сам один в комнате, читая, там где-то через пару недель, после того, когда мы поговорили с ним, я пытался просто, типа, пробежать этот марафон, прочитать, хорошо, я прочитаю, я прочитаю, я прочитаю. И я заметил, что я разговариваю с ним. Я говорю, Иисус, это ты, Иисус, я хочу идти за тобой. Иисус, это ты. И мне было настолько хорошо. Я через некоторое время поймал себя на мысли, что я, собственно говоря, даже, я даже не сказал, что я тебе не верю. Это так естественно. Всякая неверие улетело. Всякая пустота была заполнена. Всякая вот эта дурь, сомнение, все. Я никогда в жизни после этого не сомневался в том, что есть Бог. И это заслуга моего отца. Отцы, матери, молитесь о ваших детях. Ведите их к Богу. Я очень кратко хочу показать вам, насколько жизнь одного человека повлияла на поколение. И благословение пошло, и пошло, и пошло. Причем, если мы будем изучать, то этот человек, он отличался от отца и от братьев своих, в своей семье. Нельзя сказать, что через родителей потекло благословение. Родители его ни во что ставили. Я буду говорить о Давиде. Давид, Бог дал ему оценку, что этот человек по сердцу мне. А родители вообще как-то к нему никак. Да и братья там на него, мы знаем, твое сердце гордое. И братья к нему как-то никак. Можно сказать, что он как первое поколение. Но он Бога захотел. В нем жажда была по Богу. Он искал общение с Богом. Вы знаете, когда он уже стал стареньким, то он осознал, что он не может выполнить всю ту мечту и то видение, которое есть в его сердце. Оказывается, Бог поместил в его сердце построить место поклонения, чтобы люди встречались с Богом. И он собирал всю свою жизнь, собирал эти строительные материалы, и лес, и золото, и медь, и эти камни такие большие для того, чтобы храм построить. И уже состарился. И жизни мало для того, чтобы выполнить это видение и эту мечту. И вот приходит день, когда он призывает своего сына. Эти слова, которые всегда очень трепетно звучат в моем сознании. Он говорит, и ты, Соломон, сын мой. Я представляю себе отца. Такой старичок сидит, такой седой уже, наверное, немного. И он говорит, и ты, Соломон. И молодой такой, знаете, полный энергии и сил. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога, отца твоего, и служи ему от всего сердца и от всей души. Ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если ты будешь искать его, то найдешь его. Если ты оставишь его, он оставит тебя навсегда. 11 стих. И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и кладовых его, и горниц внутренних покоев, и дома для говчега. Соломон, сынок, я всю свою жизнь собирал, сынок, посмотри, вот чертеж. Сынок, я могу дать это в твои руки. Ты не выбросишь это. Ты продолжишь это. Ты исполнишь видение, которое дал мне Бог. И Соломон принял это. Вот мысль очень сильная, мысль, которая меня взорвала очень сильно. Соломон, оказывается, не жил своим собственным видением. Он жил видением своего отца. У него не было своего собственного я. И я сам знаю, что я хочу сделать, папа. Его сын Раваам так поступил. Он, мы тут еще круче, что там мой отец, мы круче. Помните, когда-то мы пели такой гимн много лет назад, 30 уже тому назад, да? Мы наш, мы новый мир построим. Кто был никем, тот станет всем. Все, мы все перевернем. Какая глупость. Бог действует сквозь поколения. И Соломон принял видение от отца. Соломон посвятил свою жизнь, чтобы продолжить то, что начал его отец. И он не был слишком гордым для того, чтобы заявить, что я сам знаю. Прошло 53 года. После смерти его отца Давида. И Соломон сбился с пути. Много женщин, много компромиссов. Он государственный деятель, он царь. Ему нужно, чтобы мирно все было. Он пошел на все эти компромиссы, стал жениться на дочери одного царя, дочери другого царя, дочери третьего. А теперь эти цари, они не пойдут войной, потому что их дочь здесь. И так далее. И все вот это мирно, все эти компромиссы. И развратилось сердце. Сердце Соломона. И в третьей книге царств мы читаем в 11 главе. «И сказал Господь Соломону, за то, что у тебя так делается, ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые заповедал тебе, я отторгну от тебя царство». То есть все, Соломон, на этом. Мое терпение подошло к концу, потому что ты не сохранил завет мой. Я дам его рабу твоему. И вот здесь внимание. «Но во дни твои я не сделаю сего. Ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего и сторгну его». Это потрясающе. «Но я остановлюсь, потому что твой папа ходил предо мною, поэтому мой гнев будет не на тебя». И так прошло 86 лет после смерти Давида. Еще один царь Авия. И тут написано, что он три года царствовал в Иерусалиме. И он ходил во всех грехах отца своего, который тот делал прежнее его. Сердце его не было предано Господу Богу, как сердце Давида, отца. Но ради Давида, отца, ради Давида Господь Бог дал ему святильник в Иерусалиме, восставив по нем сына его и утвердив Иерусалим. Потом через 150 лет после смерти Давида был еще один нечестивый человек Иорам. И Бог был готов наказать его. Написано в 19 стихе «Однако же не хотел Господь погубить Иуду, это целый народ, ради Давида, раба своего». Потом 13 поколений прошло, 385 лет, уже почти 400 лет прошло. И была очень серьезная ситуация, когда ассирийцы, злые люди, пришли и стояли вокруг стен Иерусалима. И там был хороший человек по имени Царь, по имени Езеки, он был царем тогда. И Исайя, пророк, пришел к нему, потому что все были в страхе и в ужасе. Все понимали, что это последние дни, что они в лучшем случае станут рабами, а то их просто могут убить. И тогда Господь проговорил через пророка, и Он сказал, я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. Друзья, твоя вера имеет большое значение не только для тебя, но и для твоих детей и внуков. Я хочу сказать вторую мысль о Моисее. И это мысль из исхода с третьей главы, с первого стиха. Написано так, Моисей пас, овес у Иофора, тесте своего, священника Модианского. Однажды провел он стадо далеко, в пустыню, и пришел к горе Божией Хариву, и явился ему ангел Господень в пламени огня и среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Вот отсюда я взял это слово. И провел он стадо далеко. Однажды он пошел далеко. Вы знаете, что в жизни Моисея, когда он убежал от мести за смерть египтянина, он пришел в пустыню. И он женился там, у него были дети, и он помогал тестью своему в его бизнесе, пас овец. И все было обыденно, все было привычно. Прошел год, второй, пятый, десятый, двадцатый, тридцатый, сорок лет. Сорок лет. За сорок лет он прекрасно все уже знал. И он знал все тропинки в этой пустыне, он знал, где пасти. Но однажды он пошел далеко. Однажды он пошел далеко. Однажды, Господь хочет, чтобы я и ты, мы пошли далеко, мы пошли дальше, чем просто обыденное. То, в чем мы пребывали много лет. То, что мы очень хорошо знаем и понимаем. И там далеко, за зоной комфорта, за зоной привычки, за пределами того, что ему известно. Там далеко, где-то на какой-то горе, где он не был еще. Куда он повел своих овец, там далеко. Его ждал Бог, его ждал Господь. И эта встреча, которая произошла там, он увидел куст, который горел и не сгорал. Он подошел и услышал голос. Моисей, Моисей, сними обувь с ног твоих, потому что место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Он снимает обувь, и он понимает, что с ним Бог говорит. Он ушел так далеко, что он встретился с Богом. И вот там далеко Бог говорит с ним. Эта встреча изменила всю его жизнь. И в результате этой встречи появляется новый народ на планете. Божий народ, с которым Бог хочет иметь дело. Бог заключает свой завет с ними. Эта встреча полностью все меняет. Уходит прочь, размеренная жизнь. Все становится совершенно по-другому. Радикальная перемена в судьбе Моисея. Мой вопрос, а ты способен пойти дальше того, где ты сейчас? Я скажу, у меня есть четыре сферы, в которых, я верю, Бог дает нам вызов, чтобы мы пошли дальше. Одна из них – это сфера молитвы и поста. Я знаю, что для многих из нас помолиться 5-10 минут – это нормально, но помолиться 15-20 минут – это уже трудно. Удивительно. Христиане могут сидеть два часа, смотреть фильм. Иногда сериалы какие-то. Но провести час в молитве пред Богом надо настроиться. Это тяжело. Я помню, когда я был юношей, еще в нашей церкви был такой девиз – «много может усиленная молитва праведного». И весь акцент был сделан на слово «усиленная». У нас были ночные молитвы, начиная с 12 ночи до 6 утра. Ночные молитвы. Поначалу много людей в церкви приходило, а потом меньше, 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 меньше. Но был какой-то костяк, который был всегда на этих молитвах. Там Бог действовал через пророческие дары. Там зажигалась эта искорка, что мы пойдем за Богом дальше. Нам нужно больше, мы чувствуем пустоту, нам нужно больше Бога. На этих молитвах мы переживали Господа. Вторая сфера, где Бог предлагает нам помыслить, порассуждать – это познание самого Бога через Слово. Это Слово Божие. Вы скажете, постер, ну я читаю, вот иногда читаю. Вот вчера буквально я общался с одним епископом, он сказал, что я 58 раз прочел Библию за жизнь свою. А я не мог похвастаться, что я 58 раз прочел Библию, если честно. И я подумал, ох, как хорошо, что он сказал об этом. Потому что вот так прямо от корочки до корочки я давно не читал уже. Прямо думаю, вот это просто хорошо. Я прямо чувствую вызовы. А Слово Божие, там столько Бога, столько мудрости, там сокровищ, столько есть, которые Бог хочет дать нам. Третья сфера. Идти дальше в добрых делах и в милости. Еще один текст, который в юности моей тоже очень ярким был. Добрый человек милует и взаймы дает. Он расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вовек. 111-й псалом. Милует, дает взаймы, расточил, раздал нищим. Мне так приятно было услышать совсем недавно, как одна наша семья в нашей церкви узнали о нужде в другой многодетной семье. И они благоставили эту семью автомобилем. И я случайно услышал об этом. Похоже, они сделали это так, чтобы это не было сильно громко сказано об этом нигде, ничего. И я случайно услышал об этом. Вы знаете, у меня такой взрыв внутри радости и благодарности. Думаю, Господи, это так ценно, это так ценно. Идти дальше в милости, в добрых делах. Четвертая сфера. Идти дальше в своей жертвы. Пожертвовать то, что дорого тебе. И это непросто, совсем непросто. Я помню, в юности моей был еще один девиз. Он приблизительно так звучал. Если есть что-то, что ты не можешь отдать, тогда не ты владеешь этим, а эта вещь владеет тобой. Не ты имеешь ее, а она имеет тебя. И я помню, как я... У меня было несколько альбомов марок. Кто с того времени тут может понять. Каждый день молодой человек... Это очень ценно было для меня. Там по нескольки штучек менялись, добавляли по теме, по серии, такие большие толстые альбомы. Но это самая ценность. Это где-то в подростковом возрасте было у меня. И я помню, когда это откровение пришло ко мне, и я вдруг понимаю, что вот эти марки, они имеют меня. Я постоянно, вот постоянно, там думаю о них, там добавляю, меняю, коллекционирую все. И я понял, что мне нужно научиться жертвовать. Я пожертвовал их. Я пожертвовал. Это не было просто. Я запомнил этот момент. Это не было просто. Но я сказал, Господи, я не хочу, чтобы что-то владело мнорю. Знаете, если вы хотите пережить огонь Божий, если вы чувствуете, что вам нужно свежесть Святого Духа, если ты чувствуешь, что ты где-то высыхаешь, тебе нужно идти дальше. Делать то, что за рамками привычного для тебя. Выйти из зоны комфорта, из рутины, потому что огонь не падает просто так на землю. Огонь Божий ожидал Моисея, когда он пошел далеко. И когда ты идешь дальше своего привычного и обыденного, когда ты жертвуешь больше, когда ты стоишь пред Богом и ищешь Его, когда ты читаешь Слово и ищешь откровение, познание Божьего, тогда приходит на твое отношение с неба Божий огонь. Аллилуйя! Давайте прославим нашего Господа, потому что мы все хотим переживаний с Богом, свежих и новых. Последнюю мысль, которую я хочу сказать, там написано так, что Господь, когда заговорил с Моисеем с 7 стиха, Он сказал, «Я увидел страдания народа моего в Египте, услышал вопль его от приставников его, я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян, и вывести его из земли сей, в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев». И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня. Я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я посылаю, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой сынов Израилевых. И вот она третья мысль, когда ты идешь далеко, когда ты жертвуешь то, что ты не предполагал пожертвовать, когда ты ищешь Бога, когда ты постишься больше, чем просто до обеда, или один день, или три дня, ты берешь семь дней в посту, ты берешь двадцать один день в посту, ты идешь дальше, ты ищешь Бога. На каком-то этапе, когда огонь Божий приходит на твое далеко, на твою жертву, первое, что делает Бог, Он открывает свое сердце. И когда Он открывает свое сердце, знаете, что там? Там крик, там боль. Об этих людях, которых Он называет, это Мои люди, которых угнетает фараон. И Он говорит, Моисей, я услышал, я услышал их вопль, я услышал их крик, и так пойди, я посылаю тебя. Каждая встреча с Богом покажет тебе его сердце, его боль, его сострадание, его страсть, и крик погибшим людям. Если ты переживаешь Бога, и при этом ты просто как бы, ну тебе хорошо, ты освящаешься, ты чувствуешь, ну просто классно, я Бога пережил, церковь так здорово, так хорошо. Но если после этого ты не поворачиваешься к неспасенным людям, и твое сердце не переполняется любовью к ним, и нет желания идти и помочь им, что-то сказать, понести Евангелие, то чего-то не хватает в этом компоненте, чего-то не достает в этих переживаниях. Иисус однажды посмотрел на людей, и написано, что Он жалился над ними. И там есть два слова, потому что в глазах Иисуса они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. А в подлиннике они были измучены и потеряны. Измучены и потеряны. Бог слышит их мучения, их слезы в подушку, их крик, Господи, почему я не могу остановиться колоться, почему я не могу остановиться пить. Бог слышит. Эту несчастную проститутку, которая говорит, я не знаю, как жить по-другому, и идет и снова отдает себя. Бог слышит. Мы говорим, да они такие там, этого гомосексуалиста или лесбиянка, или какого-то несчастного, может быть, погибшего человека в глазах людей, который просто кричит, Господи, Гос, если ты есть, помоги мне, если ты есть, прийти ко мне, если ты есть, должно быть что-то по-другому, как-то по-другому жизнь должна пойти. У меня же были когда-то мечты хорошие, но у меня все пошло вниз. Друзья, многие из нас, когда мы приближаемся к Богу, когда мы идем далеко, Бог встречается с нами, и ответом после этого меняется жизнь, мы поворачиваемся и идем и служим этому миру. Иисус говорит Петру, если любишь меня, спаси овец моих. Если любишь, иди и служи людям. Если любишь, иди и спасай этих людей в глазах Божьих. Это его люди, это его творение, которое погибает, и сердце Божие наполнено этим криком и болью. Друзья, я помню, как одна сестра мне рассказала сон о том, как она видела тропинку, по которой идут люди или дорогу, потом риский обрыв, прямо обрыв большой. И вроде все так идут, хорошо, но человек стоит со стороны, и он видит, что те, которые падают, идут дальше, падают, они просто разбиваются. Там прямо крик такой, и просто они погибают там. Он просто стоит и смотрит на тех, кто идет. И вот еще немного, и они падают. И он ничего не предпринимает. Когда она рассказывала, я помню, она говорила, это ужас, я вдруг понимаю, что это ответственность нашей церкви, ответственность каждого из нас думать о погибающих. Бог слышит, и есть сила в крови Иисуса, и эта сила не потеряла способность сегодня спасать людей. Эта сила имеет силу освобождать от зависимости. Эта сила имеет способность человеку дать новую, вообще жизнь, полностью радикально изменить его. Но для этого кто-то должен пойти, и кто-то должен сказать ему, вот где рождается служение, вот где начало настоящее, когда ты идешь далеко, ищешь Бога, переживаешь Его, и твое сердце поворачивается, поворачивается к людям, ты чувствуешь боль Божию, и ты не можешь после этого жить для себя. Настоящее радикальное посвящение рождается именно во встрече, в глубокой встрече, которая происходит между человеком и Богом, когда человек слышит и понимает крик Божьего сердца. Друзья, я закончу стихом из Исаии, 6 глава, 8 стих, очень известный текст для всех нас. Там Исаия описывает свои переживания, которые были у него с Богом, такая же самая встреча. Вы знаете, сквозь всю Библию Бог показывает, как Он встречает людей, и после этой встречи что-то радикально меняется. И Он слышит голос, услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, пошли меня. Я хотел бы, чтобы в нашей жизни была эта встреча. Я хочу просить, Господи, я сам хочу идти дальше. Я не хочу остановиться на том уровне, на котором мы сейчас. Я хочу Тебя больше. Господь, мне не хватает, мне хочется больше глубины, больше переживания, больше святости, больше слова, больше понимания Бога. Я хочу идти дальше. Господь, но если там Ты мне что-то предложишь, или я увижу Твое сердце по-другому как-то, или какая-то новая грань, которая откроется мне, и Ты спросишь, кого мне послать, дай мне сказать, вот я, пошли меня. Давайте встанем сейчас. Хочу молиться. Этот голос звучит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова